Спектакль Московского художественного театра имени Чехова «Контрабас» прошел в Казани при небывалом зрительском интересе. Исполнитель моноспектакля Константин Хабенский заставил зрителей сопереживать его персонажу, рефлексирующему музыканту. Двухчасовой монолог о нерастраченных силах и осознании своей нужности или ненужности произвел впечатление на казанскую публику. Подробности мы зряли нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Каждый музыкант вправе защитить свой инструмент, на котором играет. По сути, это друг, соратник и единомышленник. И когда первые звуки излег, я убедился, что это правда, что это уникальный инструмент. Не отставать. Шире. Если в фильме Федерико Феллини «Репетиция оркестра» фигура дирижера воспринималась как деспотичная личность, влияющая на умы развития общества, то в пьесе Патриха Зюцкинта «Контрабас» крупный музыкальный инструмент становится чуть ли не причиной всех бед и душевного кризиса артиста-оркестра, пытающегося свести счеты с жизнью. «Контрабас» — это все же не первая скрипка, дающая немало позитивных посылов. Я на своем веку наслушался столько голосов, но это действительно, это очень трогательно. Вы даже не представляете, до какой глубины волнует меня эта женщина. В этот вечер в Камаловском театре готовились к бурному потоку эмоций от Константина Хабенского. В фойе прогуливались представители театрального сообщества города, чиновники с дамами и студенты профильных театральных заведений. Показ спектакля МХТ имени Чехова «Контрабас» прошел при поддержке мэрии Казани в рамках Года культуры в Российской Федерации. Что касается верхних тонов, то теоретически границ нет. Двухчасовое присутствие на сцене Константина Хабенского в стильных декорациях и историко-музыкально-искусствоведческих текстах – это, по сути, грустная история некого оркестранта, впадающего в ловушку чувств и страдающего от неразделенной выдуманной любви. Звуки музыканта и контрабаса недаром сравнивают с воплем – бездушным, механическим и человеческим. Мастер-класс Константина Хабенского – это оценка профессионального уровня любого актера вне титулов и званий. Для казанцев это и прикосновение к редко идущему жанру монотеатра. Театр может быть любым, он не должен быть скучным. И актер, выходя на площадку, даже пусть студийцы, они сами видят, насколько Константин сам отдается. Мне кажется, что это всегда труд, определенный, потому что, тем более, такой материал. И мне кажется, это определенная ступень. В оркестре надежды нет. Особо измучившихся и покинувших зал было совсем немного. Как-никак это было предприятием статусным. Все зависит только от тебя, от твоей энергетики, от твоего запаса сил. Сможешь ты распределить себя на протяжении весь спектакль и не потерять внимание зрителя. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, Телеканал Эфир.